Школы будущего, бережливые поликлиники, цифровые технологии. Реализация масштабных проектов в Чувашии при федеральной поддержке набирает обороты. Планы грандиозные, работы идут в разных направлениях. Образование, медицина, электротехника, цифровые технологии, аграрный сектор. О перспективах идей далее. Привезти в регион не просто лучшие практики, инвестиции к ним. Готовить управленцев в школе Сколково – проект правительства страны и внешэкономбанка. До того, как в июле 2020 года команда Чувашии вошла в этот проект, мы проходили очень серьезный конкурсный отбор. И сегодня в стране отобрано только 100 городов, которые вошли в эту программу. Всего она состоит из 14 модулей. Но это не только обучение. Хотя преподают там преподаватели высшей школы экономики Сколково, все федеральные министерства представляют свои кейсы. И подробно объясняют, какие федеральные программы действуют на территории Российской Федерации. И чтобы регионы и города сразу реагировали, понимали, по каким критериям оценивается их участие. Какие есть слабые места, которые необходимо доработать. И каждая команда за это время сформировала свою ставку. В нашу проектную команду входят три представителя администрации города Чебоксары вместе с Алексеем Олеговичем Ладоковым и два вице-премьера. Вот пять членов этой команды разрабатывают вместе с другими такими же командами из других городов перспективную модель города Чебоксары. И определяются основные тренды, основные направления деятельности, ну по сути формирование стратегии. У нас уже прошло 11 модулей этой программы. Первые результаты уже сегодня. Школы нового формата из консессионных соглашений на бумаге уже на стройплощадках микрорайонов республиканской столицы. Уникальный для региона опыт частно-государственное партнерство заходит в сферу образования. На очереди культура здравоохранения. Первично создание условий и программ таким образом, чтобы это было интересно бизнесу, чтобы через это развивались микрорайоны, города и как следствие республика. Мы все хотим, так же как ведущие города страны, как Москва, Санкт-Петербург, жить там, где есть комфортная городская среда, где ежедневно жизнь наполнена событийными вещами, где очень удобная логистика, хороший транспорт. И к этому мы стремимся и отрабатывает каждое свое направление. В свою очередь глава администрации города делает ставки на электроэнергетику. Для Чуваши знаковая отрасль. Продукция предприятий региона известна на мировом рынке. Например, это проект строительства федерального испытательного центра для электротехнической отрасли, который позволит нашим предприятиям выйти на международный уровень. Это присвоение Чувашскому государственному университету статуса опорного вуза Минпромэнерго, который позволит готовить высококвалифицированных специалистов для наших предприятий. Чрезвычайное внимание подготовки квалифицированных кадров. Они, как и прежде, несмотря на подходы и технологии, решают все. Подготовка со школьной скамьи. Появились инженерные классы в школах, мини-фабрики, при школах даже, лаборатории, при вузах. Сегодня мы находимся в ЧГУ и обсуждаем с коллегами концепцию цифрового энергорегиона. Мы хотим взять пилот и посмотреть, какие возможности не только для Чувашии, но и для энергетики, системы управления энергетическим комплексом. Даже на полномасштабное развертывание проектов потребуется не один год. Но, как заявляют в заинтересованных ведомствах, эффект от вложенных средств и усилий не заставит себя долго ждать. Татьяна Трофимова, Юрий Марков, Андрей Шоклев, Республика.